Манчестер Сити берет Лигу Чемпионов. ЦСКА Кубок России. Месси переходит в МЛС. Эти и другие новости футбола в передаче Diagram Football Tour. Будем рады, если вы подпишитесь на наш канал. Манчестер Сити в финальном матче Лиги Чемпионов обыграл Миланский Интер со счетом 1-0 и стал победителем этого турнира. Единственный мяч на счету Родри. Таким образом, Манчестер Сити оформляет требу, выиграв Чемпионат, Кубок страны и Лигу Чемпионов. Для Хосепа Гвардиолы это второй требу в карьере. Хосеп Гвардиолы намерен остаться в Манчестер Сити и на следующий сезон. Руководство горожан готово вновь раскошелиться на новые трансферы. Хотя британская газета Guardian заявила о том, что у Гвардиолы есть варианты продолжения тренерской карьеры в сборной. Какой или каких, не уточняется. Московский ЦСКА стал обладателем Кубка России по футболу. Победителя удалось выявить лишь в серии пенальти, где вновь потрясающе проявил себя Акинфеев. Для главного тренера ЦСКА Владимира Федотова это первый большой трофей. Победа в Кубке России позволила Игорю Акинфееву стать одним из трех самых титуловных футболистов России. Также, как и у Игоря, по 21 трофея есть в активе у Юрия Жиркова и Сергея Игнашевича. Лионель Месси, вероятнее всего, продолжит карьеру в США. Несмотря на то, что аргентинец рассчитывал вернуться в Барселону, но каталонский клуб на данный момент не может это обеспечить. А Месси нужна определенность. Также на лучшего игрока планеты рассчитывали и в Саудовской Аравии, но Месси ответил отказом. Бенисио стал новой семеркой мадридского Реала. Бразилец взял седьмой номер, под которым ранее выступал ушедший из Куба Эден Азар. А Родриго взял одиннадцатый номер, который освободился после ухода Марко Асенсио. Аль-Хилиаль хочет подписать Неймара. Куб из Саудовской Аравии готов предложить Парис Энджермен 45 миллионов евро, а Неймару 200 миллионов евро в год. Очень вероятно, что парижане согласятся на предложение о покупке Неймара, чей контракт истекает в 2025 году. Ну и под конец вспомним, что на неделе состоялся еще один европейский финал Лиги Конференции, где Вестхэм на последних минутах вырвал победу Фиорентины. Таким образом, три финалиста из Италии в Еврокубках потерпели поражение, однако везде было упорное сражение. Вот так выглядят главные новости футбола на эту минуту. Будем рады, если вы подпишитесь на наш канал. Это был The Grand Football Tour, передача для тех, у кого повышенный уровень футбола в крови. Спасибо за внимание. Субтитры подогнал «Симон»!